Песни не знают границ. Еще раз доказал музыкальный конкурс с таким названием. Он проходил в Сургуте. Около 50 лучших вокалистов Уральского федерального округа исполнили хиты 50-х-90-х годов. Подбор репертуара серьезный. Ни попсы, ни гламура нет. Номера оценивали заслуженные артисты России под председательством Валентины Толкуновой. Прослушала конкурсную программу и Ольга Аркатова. Песни не знают границ. Ильшат Хамедуллин 8 часов ехал на Буране до своего районного центра в Ямал-Ненецком автономном округе. А потом еще двое суток на поезде добирался до Сургута. И не зря его песня заставила зрителей рукоплескать стоя. У меня была музыка этой песни по конец этим годам. Я разучивал самостоятельно, оригинал не слушая. Эту песню, наверное, я где-то месяца три разучивал, чтобы... Ну, до конца, чтобы... Каждую концовку, каждую букву, каждую пропевая, зная, как что. Из трехсот претендентов в финал вышли только пятьдесят. Это лучшие вокалисты Урала. Но даже несмотря на огромный опыт участия в различных конкурсах, многие исполнители не смогли скрыть волнение. Некоторые даже при выступлении забывали слова. В положении на песни, там, сзеки тридцатых и сдесятых, а у нас, в группе, поем только наши песни. Поэтому вот немножко перепутал слова. Как вы же сказали? Сказал другие, не совсем в рифму, но молчать это уже совсем плохо. Поэтому пришлось так спеть. Надеюсь, рядовой зритель там особенно не заметил. В этом году композитор Александра Пахмутова, которая семь лет назад открывала конкурс «Песни не знают границ», не смогла приехать в Сургут. Но четко определенное ею творческое направление фестиваля, ни попсы, ни гламура быть не должно, соблюдается и сегодня. Та линия, которая ведется последние годы в шоу-бизнесе, в телевизионном шоу-бизнесе, она потеряла традиции исполнительского эстрадного вокального искусства, которые мы имели. А эти традиции, прежде всего, опирались на нашу народную, национальную особенность вокального пения. Дабы показать, что эти традиции не забыты, участники конкурса исполняли шлягеры 60-х-80-х годов из Золотого песенного фонда России и произведения на военную тематику. Нельзя забывать старое, классику, ведь все новое хорошо забыто, старое. Это прошлое, это развитие, какой-то опыт наших предков. Это фундамент. Да, да, это фундамент, все же вышло из классики. Участники признавали, что исполнять такие песни оказалось гораздо сложнее, чем современные хиты. К тому же в жюри конкурса сидели мэтры отечественной эстрады, которые поблажек не делали и судили довольно строго. Они приезжают сюда практически все лауреатами, да, а уезжают такими мокрыми иногда и курицами отсюда. Попадая вот под этот холодный дождь, то есть они слышат, что поют их коллеги, да, по цеху. И то, что надо учиться, и то, что надо выбрать репертуар, и профессионально, и надо подходить к вокалу, к диапазону, к интонации. Но эти претензии были вполне оправданы. Чтобы быть настоящим артистом, мало иметь талант. Нужно серьезно работать над собой, отметила председатель жюри конкурса, народная артистка России Валентина Толкунова. Выступление вокалисту в этот раз ее очень порадовали. Из молодежи кто-то может выйти и продолжить традиции Магомаева, традиции Георга Отца, традиции песни, которые звучали когда-то и были нужны людям и любимым, то ты понимаешь, что Россия не умерла, что она живет, что она дышит. Сургутяне Сергей Феклин и ансамбль факультет городского культурного центра стали лауреатами конкурса «Песни не знают границ». Я радостно стал победителем этого конкурса. Почему? Потому что здесь профессиональные жюри, здесь мэтры российской эстрады, народные артисты заслуженные. Очень приятно, что не оценили они. А вот лучшим вокалом на Урале признан Николай Тимаков из Екатеринбурга. Его гран-при – своего рода путевка на большую сцену. Мы просто порхаем, просто порхаем. Дети, вообще замечательные дети, замечательно пели, такие песни хорошие. Они не утратили ту связь с нами, с нашим поколением, что вот эти все песни в таком замечательном исполнении.